У нас голуби сидят сизые красавцы. Вон там белый копошится, клюет что-то. Вот у нас рыжая сидит. Вот иначе тут брак Никита у нас принимается за компьютером, картошка у нас пекется. Значит такой вопрос к вам. Как избрать лучшее что-то в каком-то либо деле? Что для этого надо сделать? Ну или сделать, или подумать. Я эти вопросы уже отвечал не один раз, когда занятия вел в университетах. Студенты спрашивают. Я очень долго над этим вопросом работал, и нужно ответ безупречный дать, и чтобы человек научился сам определять. Ну вот первое. Стоит ли тебе это дело менять? Допустим переехать, жениться? Ну переехать значит ты уже где-то есть, стоишь ты живешь. Стоит ли тебе менять этот статус свой? Это первый вопрос, чтобы дальше возник тот, который есть. Ну вот здесь плохо, вот там лучше зарабатывают, на севере там. Ну ты ничего не взвесил сам. У тебя какая температура? Ну я живу там где-то в южных республиках. У нас снег бывает, снег бывает. Ты вот спроси, которые там живут, а под 50 градусов мороза? И лето-то оно 3 месяца есть или нет еще? Ну и как? Ну вот тогда и подумать сначала, чтобы вопросы не задавать. Может вообще его задавать не надо. Написано, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это Библия говорит нам. Благочестивым, то есть где бы ты ни был, на севере, на юге, тебе нужно жить правильно, по заповеди. Благочестиво. То есть неукоризненно, не нарушая заповеди Божии. Ну, быть довольным. А довольным в человеке написано скромный, довольствуется малым. Совсем я доволен. Далее, а я доволен. По простоте. А Господь это видит и прикладывает, когда ему надо. Вот я доволен и на этом все. Вот у меня брат Павел, он когда-то таким не был, а мы его звали Павел Препростый. Такой святой есть. Павел Препростый. Вот он простой, так он препростой был. Этой препростости своей, то он вошел в историю. Я немножко отклоняюсь, когда говорю, чтобы понятно было о чем. Он работает на поле, ничем не отличается. Дядя Паша, помоги. Он всем помогает. Дядя Паша, отвези. Он запрягает, кобылу повез. Безотказный. Домой приходит. А бабенка-то его и не ждала. А у него ребятишки уже бегают. Смотрит она там с каким-то мужиком дома. Целуется, сидит, обнимается. Он сразу друг от друга. Что вы испугались-то? Она тебе нравится? Она еще молодая и все. Он думал, что сейчас бросится защищать, как обычно, мужики. Я встретил целуется. Я их обоих порешил. Я батючика спросил в тюрьме. Говорит, я обоих зарезал. Ну, тоже выход какой-то. Тебе она не нужна была, но ты убрал ее. Так, а эта спросила, она тебе нравится? Ну, если не нравится, зачем ты пришел? Меня дома нет, а ты в это время-то ценность все-таки какая-то. Ну, нравится. Вот и все. Значит, ты настоящий муж теперь ее. А это ребятишки твои. Вы меня простите, я больше тут не могу быть. Поднялся и пошел. Куда пошел? Пошел куда-то и дошел до Антония Великого. Вот и что суть-то. Бог так делает. Шел, шел, шел и дошел. А тут никого в ученики-то не принимает. Зачем ты нужен? Ну, да ты не выдержишь, как мы подвязались. Ну, буду стараться. Иди отсюда. У тебя подишина есть? Ну, да. И дети, иди. Ну, иди накорми, вырасти их. Молчит стоит. Ну, предал. Вот он, день-два, тот не выходит, не ест. Он стоит около двери. День-два, третий день, он не шевелится. Да ты хоть поел бы что-нибудь? Да ты вообще сам не ел, и я не буду есть. Да я-то привык. Я по неделю не ем. Ну, и я неделю простою. Вот тот нарвался. Ну, и Антоний стал ему давать задания. А кем ты работал на поле? Ну, тут в пустыне ты работаешь. А еще что умеешь? Шить я умею. Я портным работал. Подмастерьем был. Потом шить. А у меня как раз штаны портки называются. Вот портки надо шить. Как? Ну, материю он туда раскроил, сшил. Он подошел. Че ты сшил так? Пнул его тут. Ты сьешь ты как? Распари. А распарать намного труднее. Это надо ниточки вытаскивать по одной. Он распорол спокойно. Второй раз шил. Второй раз не принял. Третий раз. Он опять так же сшивает. А по-другому никак, говорит. Клизму надо ставить императору. Вот слово-то сказать. Ну и все. Он понял, что такое вот. И случилось так однажды. К Антонию привезли бесноватую девушку. Бесноватая. Он молиться начал. И почувствовал, ему не одолеть. Бес очень сильный. И он говорит, мне не одолеть. А где? А здесь, говорит, на расстоянии часа два идти. Там живет Павел Препростые. Он простой такой мужик-то. Это только он может. Ну те пришли. В ноги пали. Он говорит. Я? Ну еще смеетесь надо мной. Я себе то ума не дам. Ну как же так? Да вот мы так удали ехали. Ну зачем же ехали-то? Я же не могу. У меня и власти над демонами нет такой. А та говорит. Да ведь нас послал-то. Мы бы не пришли к тебе. Да в Антоний послал. А в Антоний? Ну тогда дело другое. Ну-ка где она? Давай. Бес, выходи! Да пошел ты на... Ух ты! Гад такой. А камень раскалился. Волуна лежит на солнце. Он заскочил на камень. А ноги-то прям дымятся. Не сойдут с камня, пока не выйдешь. Бес как завопил. Бог сделал, что боль эту переметнул на демона. И стала его жечь как в аду. Он как рванул и... Она выздоровела. Девчонка смотрит нормально и... Ну и все. Так вот всегда нужно задавать несколько вопросов. Допустим, Писание разбирает, когда Библию. Ты один дома сидишь. Кто это сказал? Ну ты можешь посмотреть. Кто сказал? Павел, Моисей. Ты уже ответил. А кто он такой? Ты разбери его биографию. Кто это? Не просто одно слово. А какой он был, как шел, как обращался, как ошибался. Белстов. Когда? Ну когда. Начало века. Ну а Моисей 3600 назад. Когда был в пустыне. Вот. У него противники были. Ты должен ответить. Кто сказал? Когда? Кому? Для народа. А Павел, для всех церквей. Кому? Какие люди? Какие церкви? Ты должен много сказать. Вот как Сын Человеческий Александр Мень пишет. Как Златоуст так же. Он как пошел Авраам. Какая погода была. Какие народности на пути. Какой у них рак бешеный был. Как они жены отнимали. Ты все разбери. С какой целью сказал. И тебе уже картинам почти раскроется. С какой целью сказал. Вчера на меня один еретик вышел. Он то христолюбцем себя называет. Еретик. Все бросил Евангелие. Сам стал это издавать, где-то подправлять. Сейчас выбрасывать и все. То есть полное помешательство. А я ученик Христов. Да таких как ты 21 тысячи учеников. Называется все по-разному. Я ему вчера объяснил. Это будет стоять. Кузнецов Дмитрий его звать. Мошенство оно. И форма лица. Все как у Саши Дмухи. Прям копия. Как будто бы два родных близнеца были. Как Бог делает так. Или не знаю даже. Как так. Разные люди в разных местах. А вид один и тот же. Щетина. Такая же форма лица. Все то же самое. И так же вопросы. Занудливо. Долбит и не слышит ничего. Все одинаково. Вот я говорю. Как ты дошел до этого. Ты задай эти вопросы. А здесь нужно задавать так. Тебе это надо сделать. А что сделать. Работу переменить. Переехать. Уехать за границу. Вернуть или в Россию обратно. Ты задай четыре. То есть четыре вопроса. А вопросы очень простые. Первое. Что об этом говорит Святая Библия. Все 77 книг. Что она говорит. Горит что-то убрать. Я уберу сейчас. Так. Это у тебя картошка тут. Да. Разговоров никаких нет. Нож. Нож вон там где-то. А зачем нож. Я так уберу да и все. Ну или так. О. 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 Разрезанная картошка. Смотри какая. Вот это самая ценная. Не то что вареная. Вот она печеная. Это самая приемлемая для человека. И кальций все целое здесь. Ну все. Немножко отвлекаюсь. Ну надо меня сначала первый статус этот. Или вообще вопрос не задавать. Как есть так есть. Я редко-редко когда задаю Богу вопросы. Выбор у меня. А зачем мне выбор когда у меня все есть. С чего выбирать то. Я уже утвердился здесь. Ну. У меня тут все собаки знают. Я знаю где какой росток растет. У меня здесь друзья и враги. Как то они меня терпят. Я к ним приспособился. Я не хочу менять. Вот куда то уезжают. Меняют. Я никогда не делал. Меня гоняли. Это Бог переливал меня как Иосифа. На одной работе меня выгонят. На другой. На одной там 6 часов был. Даже на работу не вышел. Трудовую в окно выкинули. Пошел отсюда. Баптист. Уже КГБ там работали. За мной гонялись. Вот первое надо или не надо. Потому что никак нельзя. Надо. Тогда вопрос так. Что об этом говорит Библия. Ты должен знать. Если не знаешь. Найди такого человека который знает. Это поисковик никакой не поможет. Даже там буквы другие могут быть. Что об этом говорит Библия. Переезд. А такого слова там нету. Нету Библии. Вот. Надо ли тебе вот здесь это делать-то. Даже постричься и то. Надо или не надо. Надо ли не надо мне вот этот амбар тут строить. Заготавливать. Или уже вплотную Китай подошел. Все равно отберут. Что об этом говорит Библия. Вопрос очень серьезный. Я отвечаю в аудиториях. Студенты. Или в воинской части вел занятия. Вопросы эти задавали. Неоднократно. Первый вопрос. Можете ответить. Я Библию не знаю. Найди такого. Так я приду к нему. А он будет мне говорить. Что тоже о том. Но там другое место есть. А он другого то не знает. Но не могу помочь. Надо молиться. Я например никогда не искал людей. Которые знают где Библию. Зачем я могу за себя взять эти полномочия. И я этим занялся. Зачем я буду там ходить искать. Меня будут искать. Я вот всегда сходил. Я должен быть в этом вопросе лучший. Это отец Сергий. У Льва Толстого. Он всегда был поконным. Скачком. Не получалось. Занял первое место. Знать французский. Как самый лучший изысканный язык. Французский. Он везде везде первым. Чтобы был бы. И все у него отличное. И поэтому поднимали его. Так вот. Что говорит об этом Библия? Ууу. Вопрос серьезный. Значит нужно иметь хорошего товарища. Которому ты вопрос этот задашь. Второй вопрос. Сразу задай. Цифра 2. И что я тут ищу? Земного или небесного? Временного или вечного? Это один вопрос. Второй. Но он один. Теперь подумай. А что я ищу? Время тратить буду. Переезжать. Что я ищу-то? Заработать больше? Или я думаю так пойду зарабатывать. Буду все давать на нужды болящих там или где-то? Ну подумай и ответь. Это ответить должен только ты. А как? А вот так. Возьми бумагу и вот так. Сейчас я покажу как. Как это делается. Это очень даже просто. Вот так вот бумагу расколотить. Ну и вверху написать. Допустим переезжать. Здесь переезжать. Вот это первое. А здесь не переезжать. Вот не переезжать. А теперь будем ставить плюсы и минусы. И вот первое. Переезжать. Какой вопрос поставить? Время тратится на это? Ну конечно. Так. Минус. А здесь плюс. Я не переезжаю. Сижу на месте. Плюс и минус. Разница большая. Теперь. Деньги придется мне лишнее тратить? Ну конечно. Нанимать. Перевозить. Так. А здесь я сижу на месте. Плюс. Теперь дорога. Я могу что-то потерять. А здесь сижу дома. У меня все. И тут плюс. А тут одни минусы еще идут. Но я приеду. У меня там зарплата больше. Больше. А тут у меня минус. Тут у меня меньше. Так. Дальше. Климат нужен для здоровья мне. Там будет плюс. А здесь минус. Ну не забывай. Что тебе отвечать на вопрос. Что ты ищешь? Земного или небесного? Земного. Вот. Рассказывает отец Геннадий Фасман. Генри Генрихович. Родители его. Когда сняли эту осаду. Ну они были как поселенцы немцы. В специальной резервации жили. И куда ехать? Они ставили один вопрос. Туда. Где есть дети верующие. Где с ними занимаются. Где есть собрание. Где наши. А они минониты. Если православные. Они бы легче нашли. А то минониты в чужом государстве. Но оно для них не чужое. И они нашли где. Араганда. Поехали туда. Там немцы. И воспитали детей верующими. Вот что сегодня они ищут. Лучшего места. Для воспитания детей. Чем в Потеряевке. Вот мы строим с нуля деревню. С нуля. Не найти. Все православные. Речь ее только о православных. Сектантами. Ритикам. Тут делать нечего. Если ты хочешь быть православным. А мне значит. Мы же с нуля начали. Та же идея. 21 тысяча пустых мест. С поселков. Сел исчезло. Ну получи статусы. Друзей собери. Дальше. Мы же прошли этот этап. Официально все делали. Мы нигде на храпом не шли. Хорошие отношения с властями у нас были прекрасные. Главы администрации. Края. Района. Приезжали на наши дни деревни. Ну и мы сами ходили. Трудились. Благовествовали во все селы. Ну. Другого выхода нету. Просто нету. Ты везде будешь зависимы. А мы независимы. Мы свой устав написали. И все. С согласии с Конституцией Российской Федерации. Это уже тут. В отделе юстиции зарегистрировали. Вот. Плюс и минус. Начинаем. Что говорит Атата об этом? Библия. Что я ищу духовного и телесного? Третий вопрос. Что об этом говорит моя совесть? У-у-у. Совесть. Да она бывает сожженная. Бывает совесть такая испорченная, продырявленная. В уступке идет там. Подкаблучник, мужик, который бабе подчиняется. Ему никогда эти вопросы задавать не надо. Он не будет решать. Он придет и скажет. Мария, тебе как надо? Она будет Марии так и дальше делать. И он сам, этот Иван, он не Иван. Он такой. Никакой. Что об этом говорит моя совесть? А что совесть говорит, надо на молитве опять же проверять. Молиться. Вопрошать. Господи, я виноват. Ну, пробуди мою совесть. Теперь я выезжаю. А представь Араму, когда Бог сказал, как родственники, как они были против, да куда ты собрался, да что ты. У меня где-то есть стихотворение, я бы его мог найти. Быстро нашел бы. Давай-ка я его найду. Вот. Про Араму. Стихотворение. Я прочитаю его. Я еще туда перешел, потому что холодновато здесь. Вот у меня есть здесь стихотворение. Вот. Одним файлом. 3467 моих стихотворений. И они в один файл. Одним файлом. Вот. Теперь я открываю. Вот какое слово надо какое-то запомнить и так сказать. Прислушивался. Прислушивался. Есть или нет это. Вот оно. Сразу нашел. Одно слово только ткнул. И оно тут не увеличишь. Я вот так быстренько скопирую. Вот сюда. Смотри, как делаю это. Теперь Ctrl-S. Я заактивировал Ctrl-A. Теперь Ctrl-S. Нажал. Скопировал. Это убираю. Захожу сейчас сразу же в страницу Word. Вот она Word у меня есть здесь. Вот. Я тут вставляю его это стихотворение. Опять выделяю. И теперь какой у него шрифт. Я сейчас меняю ему. Не 16, а 20 возьмем. Чтобы снять. О. А теперь я ему сделаю такое вот. Во. Вот теперь уже можно считать. Ну-ка. Я не знаю. Сейчас минуточку раскину, чтобы по куплету. У меня все стихотворения. Я их называю проповеди стихах. Они по 9 куплетов. Четырехстрочных. Ямбы, хореи там разные. Я этого ничего не признаю. Просто говорю и пишу. Все стихотворения у меня написаны с чистого листа. У меня поправок ни одной нет. На 3467. Это 4 тома по 800 страниц. Просто идет мысль. Я записываю. Я такое встречал только у Бальмонта. Константина Дмитриевича. Вот. Я считаю. Когда-то высчитал у грека Златоуста. Про подвиг древнего прадеда Авраама. Еще Авраам. И с буквой А не густо. Поверил Иегове. Вот что странно. И странником пошел по Палестине. Оставив родственников прежние пейзажи. И у него отнюдь ничто наполовину. Не то, что нынешние лизоблюды наши. С утра до вечера у всех в иконостасах чернели их башки, мироточили. И не задумался, видать, никто ни разу. Такой ли Бог, кто создал Палестину. И вдруг в тоске и в жажде доли лучшей какой-то голос странно прозвучал. Стрела вошла. Неведомый был лучник. Потребовал оставить всех тот час. Конечно, плакали навеки расставаясь. Собрали рухляц, скарб, свои палатки. Горшки делили снохи, тещи, свахи. При дележении все проходит гладко. Клубилась пыль с заблением коз. Смотрели родственники, слезы утирая. Куда, прости, божок их черт понес. Здесь кладбище отцов, такие травы. Но Авраам, тогда для всех Авраам, шагал и ждал. Прислушивался к небу. Он не рахиль. Башков тех не забрал. Уже чуждался явно непотребных. Решительно порвал и навсегда. Своим умом назад не вырахнулся. На небосводе яркая звезда. Под Валама не сыграл он труса. Примером многих сильно озадачил. В неведомое шел. Еродствуя так впрок. Теперь мы знаем. Он не мог иначе. Он был воистину отец, герой, пророк. Вот мои стихотворения, если я назвать стихами, надо разъяснить. Древний Авраам это понятно давно. Авраам с одной буквы переводится странник. И странником пошел по Палестине. Это надо еще понять. Авраам странник. А А вторая Авраам. Абрам Ли Ибрагим называется два. Это уже отец множества. Дальше я бы говорю об отце. Отец пророк стал. Тут надо знать, что откуда. И не половину ничего нет. А сегодня же там все стараются. Их анастасах. Башки, как иконы там, например, тащили. И вот дальше. Голос зазвучал. Луччик стрелу натянул. Господь вонзил, ну как рисуют амуры. Там такие ангелочки летают. Ну и дальше. Куда прости божок. Божок это они обращаются к своим видам. Их черт понес. Божок то черт и есть. А Авраам. Тогда для всех Авраам. Шагал и ждал. Прислушивался к небу. Вот какие советники еще. Он не Рахиль. Божков тех не забрал. Он уже ждался явно неподребных. На небосводе яркая звезда. Какая? Под Валамом не сыграл он трус. Авраам увидел звезду восходящую. Вот эта яркая рождественская звезда. Не все знают откуда. Что за звезда? Звезда восходит от Израиля. Спаситель Христос. Я если звезда утренняя и светлая. Под Валамом не сыграл он труса. Ну тут каждое слово из Священного Писания. У меня вот есть 36 строчек и 36 мест Писания рядом где-то. Это 17 января 8-го года. Ну получается вот-вот несколько дней будет уже 10 лет. Вот. Я немножко хотел показать кому надо советоваться. Я вернусь на место свое. Что говорит совесть? А вот здесь надо жить по совести. Совесть. Что такое совесть? Ну разное-разное. Там вот я насчитывал когда жития святых, златоуста, пять книг добротолюбия. То есть я знаю содержание книг-то. Я все выискивал. Ответ. Ответов иногда не находил. Или так отвечают. На пол книги растягивают. У меня ответ такой. Совесть. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. Все. Не душа. А участок. Где Богу есть доступ. Где смирение. А то один участок души. Кротость. Слезы многие. Молитва. То есть что-то особое-особое такое у человека. И он прислушивался к небу. Вот читал сейчас про Авраама. К небу. Что Бог скажет? Что говорит об этом совесть моя? Первое. Что говорит Библия? Второе. Что я ищу небесного или земного, временного, вечного? Третье. Что говорит моя совесть? И ты на бумаге плюс ставь. Никому пока не ходи. Потому что написано советником. У тебя пусть один из тысячи будет из друзей. Иной будет советовать в свою пользу. Сераха все это говорит. Ну и четвертый вопрос. Тоже трудный. Как это событие, что ты будешь делать, не будет и соблазном для кого-то? Соблазном. О, какой ответ держать. И так не соблазнить одного из малых сих, за которых умер Христос. Это искупленное чадо Божие. И вот теперь я хочу сделать и четыре вопроса отвечать. А если я остаюсь на месте, все вопросы разрешаются просто. Господи, я благодарю за все и решать даже не хочу. Ты мне сам скажи, уходить мне или нет? Прятаться из этого города в другой, когда меня никто не гонит. Надо ли мне паспорта бросать? Когда антихрист не пришел, находятся люди, баламуты. И вот они сейчас мутят, они сидят, у них ничего нет у этих людей. Ничего. И они только сидят, материалы составляют. Говорят, любой сбросим и будут делать. Да не может быть. Будут. Да не может быть. В Америке решили. Женщина может ходить голая, но только соски, чтобы были закрыты. Заметь, русские, вот так вот все раскрыто. Сиськи висят колбасой, а чтобы соски были закрыты. Но никто не думал, что из этого будет. А я охота показать полностью весь товар. И они что, стали отрезать соски? А их не видно. И они под законом. Сумасшествие скажете. Да, это так. Я прочитал. Так это болезненно такое. Ну операция все может сделать. Да это может быть последствия, мамизма какой называют. Все может быть. И она это не слушает. Вот как. Надо пол переменять. Переменяют. Прищут там какую-то тебе штуковину. Но это ничего не игра. Он не может ни плод произвести. Он не мужчина. Он под мужчину играет. Но надо ли это. Транссексуалы разные. Придумывать. Библия говорит, что садомитов сжигать. Транссексуалы это все должны быть уничтожены. С ними поступает правильно. Я говорю человек, как просто человек. Только мусульмане. В один день. Связывает с высоты. Там с пятого, десятого этажа. Разбивает и все. У них определенный вид казни. Так что это правильно? Я не говорю, но они истребляют. У них этого нет. Гей-парадов нет. Они обнаглели. Сейчас и отче наш надо переделать. Не отче наш, а отче-мама. Слова подставляют. Безумие. И что делать? Надо или не надо? Первый вопрос. Решить его. А мне решать вот так практически не приходилось. Никогда. Я всегда доволен. Доволен. Мне говорили, можно было положение поправить. А зачем? Перед Господом все. Я вот когда на пенсию пошел, а там сидела женщина, говорит, у вас пенсия совсем маленькая будет. А я так, да ладно, какая есть. Почему? Я работал за границей. Это отошло. Латвия. Там не найдешь нигде ничего. Тем более, такие отношения были. Я даже писать не стал. Главный-то мой заработок там был, когда я на море был. А тут-то какой заработок? Мне не давали нигде работать. Мой заработок был там, когда я работал до армии в МВД, строго режимном лагере, прорабом. Вот. Заработок хороший был. Но там у меня не было три года. Надо непрерывного три года. Три года я работал в конторе снабжения сторожем. Мне нигде не давали работать. Меня за руку приводили, вот ваше последнее время, чтобы никуда больше вне ведомственной охраны железнодорожного района города Барнаула. Все, тут я нахожусь. И вдруг там начальник политодела Власов, Виктор Сергеевич. Ну, коммунист. Ну, хороший человек. Он каждый месяц собирал людей, весь милицейский состав. Я перед ними выступал. А потом он стал федеральным инспектором. То есть, полномочный представитель президента Российской Федерации по Алтайскому краю. Настоящим христианином. И мне через него везде двери были открыты, когда что нужно сделать. Это Бог так делает. А там-то я работал. Ну, я понял. Я дежурю. У меня три дня свободные. Три дня свободные. Я сразу в сумку с инструментом еду. Ну, тут частный сектор есть. Тут на Булыгина. Там на окраинах везде эти. Улицы парашютные. Смотришь, глина лежит. Если вам печка надо делать. Да, печника не найдем. Я печник. Печник. И вас кто-то знает. Я говорю, ну, я сделаю. Если вам не понравится, значит, бесплатно. Я прорабом был. О! Ну, дальше начинаю. Я ему делаю. Тут же затопляю. Духовка всегда плеснула. Да, она кипит со всех сторон. А тут два человека стоят, тоже ждут. И я зарабатывал там, ну, я не знаю, сколько. Ну, примерно в 10 раз больше. В 10 раз, чем на работе. А три дня у меня полностью свободные. И я в день две печи выкладывал. Две. Один день, и у меня месячный заработок. Вот. А мне тут один говорит, ну, ты же зарабатывал. Да. Усчитывая, что я 9 десятин платил для Бога, мне вот так хватало то, что оставалось. То есть, я вопросы не ставил пережать. Где, говорит, родился, там и пригодился. Но если человек спрашивает, вот первый вопрос. Что об этом говорит Святая Библия? Знать надо? Или найти человека знающего? Православного. Сектанты не знают. Они одиннадцать их намертво отбрасывают. Толкования нет. Только православный. А кто это? Ну, священник или, может быть, я вот не священник. Приходилось неоднократно решать. Вот. Мне одна пишет из Италии. Дети выросли. Неверующая почти, что так только называется, там, мужья там так. Вот. И я решила переезжать в Россию опять. Ну, стоит ли переезжать? Священник, говорит, не надо. А почему не надо? Ну, у него в приходе никого уже нету. Там разъехались. Ну, это не ответ. А вы помолитесь. Я слышал в Италии, слышал, что мне Бог отвечает. А кто вам сказал? Ну, кто-то сказал. Кто-то сказал. Кто-то сказал. Кто-то сказал. Там приезжал священник какой-то. Ну, я какой? Я говорю, я помолюсь. Ну, а когда ответ будет? Так ответ-то не от меня, а от Бога. Она через неделю опять заходит и спрашивает. Я говорю, нет, ничего нет. Я молюсь, помню. Месяц проходит, второй она опять нету. Я только однажды, не знаю, три месяца, что ли, прошло. Она опять зашла, я говорю, ответа нету. Встал на молитву и ответ пришел. Я ей сразу раз говорю, ответ пришел. О, все, она собирается домой. Нет, подожди. Я же не сказал ответ. Ты не знаешь, как я отвечаю? Тебе Бог будет отвечать, не я, через слово свое. Я ни при чем. Я просто молился и просил, Господи, скажи. И вдруг меня как бы высвечивается. Я не вижу, но в уме место Писания Пророка. Иеремия. Я место Писания ей скинул. Я говорю, вот так. Да как понять? Я говорю, а вот теперь не знаю. Дальше не моя. Это мой этап закончился. Первая часть ракеты отработала. Вот. Теперь это запиши, красиво все, и пойди к батюшке, где ты исповедуешься. Твой духовник, да. И ему покажи, батюшка, мне вот ответ дали такой. Ехать или не ехать? Как он истолкует, так и поступи. А он-то и говорил не ехать. Но ты скажи, батюшка, не на себя смотри. А на меня тоже взгляни иногда-то. У меня там одна дочь сейчас переехала, и я что тут буду-то? И мне там нравится все. Ну священник, я дальше не знаю, но слышал, что она не переехала. Я говорю, только ты не лукавь. Если батюшка скажет нет и объяснит, мотивацию даст, останься, дальше будет видно. А на сколько видно? Ну года два надо подождать, не каждый день. Вот, допустим, человек подавал какую-то петицию, а его не удовлетворили, теперь ждет еще пять лет. Ну, определенный порядок, а не то, что каждый день это решать. То нет, это нет. Такое-то время действие будет. А потом оно может быть изменено. Дума проголосует по-другому. И вот участок души, через который слышится голос Божий. Люди даже не понимают, как. А мы на молитве молимся, и всегда уже кончили молиться. В конце молитвы поднимаем руки и говорим, Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле. Эта молитва соедини, чтобы наша молитва тоже, как капелька эта, ручьем, потоком была туда поднята. И второе, Господи, опять же просим, услыши молитву всех, кто молится о нас во благо нам. Я знаю, многие молятся о нас, желая блага и выражает это. Бог располагает. У нас очень-очень много друзей. Враги тоже есть обязательно. И потом третье прошение. Господи, услыши нашу молитву о всех, кто просил нас помолиться. По воле Твоей да будет у них. А потом говорим, говори, Владыка, слушай, и да слышит раб Твой. Я слушаю, и чтобы уши были открыты, чтобы я понимал. И стоим какое-то время, молча прислушиваемся. Иной даже томится. Значит, у него молитва-то еще не на высоте. Я не скажу, что худо-плохо. Вот так. И избирай лучшее. И лучшее будет. Еще раз говорю, лучшее. Неопределенно лучшее. Ты найди советника, который обязательно посоветуйся, который знает Писание, каноны, православного советника. Никогда не ходи к сектантам и еретикам. Пойди к батюшке, если он знает Писание. Ты сам посмотри, какой он. Если ему уже больше тридцати лет. Рукоположенный, конечно, он. Вот так, на такой как бы маленький вопрос, я отвечаю подробно. Я отвечал так пятьдесят лет назад. И сегодня отвечаю. У меня изменений никаких нет. Я хочу что-то добавить. А что добавить? Ну а были, что так вот человек все это просил, и была ошибка. Ни разу. Вообще ее быть даже не может. Но, во-первых, если тебе кажется не так, ты смотрел по Писанию. Так есть. Теперь, что совесть твоя не осуждала. Сабаз был, нет. Но мне теперь не нравится, что вот я так. Это выбрать какую невесту, когда выбор есть. Жениха. Все имеет значение. Ну, не надо спрашивать, аборт делать или не делать. Один вопрос. Не делать. Ты убийца. Пить или не пить. Там наркотики продавать, не продавать. Нет. Не прикасаться. Тут я говорю об обыкновенных, безвредных делах, но необходимых. Выбрать лучшие варианты. Зовут туда, сюда. Я даже не знаю, куда ехать. Я выношу на молитву. Мне голос. Голос я не слышу. Внутренний голос-то. Сиди спокойно. Ваши силы. Сиди спокойно. Я прочитал Библию. Открылась. Библии гадать не надо. Бог укажет. Они так, что откроются? Да что откроются-то? Если это адвентисты седьмого дня, у них Даниила откроется. Или откровение. Если это какой-то блудник. Ну, блудяга. Ему откроется седьмая глава первая к Коринфянам. У него там уже замызгана. Она Библия сама открывается. Что не выполнил этого. Дважды два не выучил-то. Ну вот. Что я мог бы сказать так. Ни разу осечки не было. Ни разу. Притом по самым сложным вопросам. Так, Никита. Ты хорошо слышишь сейчас я говорю? Угу. Ты когда поехал с Украины, вопросы я тебе задавал кому-то? По ним решал, нет? Покажи его. Я показываю. А? Какие? Ну, которые разбираемся сейчас. Я сейчас тебе говорю. Четыре вопроса. Переезжать, не переезжать. Где остановиться? Никого он еще не спрашивал. Он не спрашивал. У него же быть ошибка. Может не нам надо было к нам ехать. Может быть куда-нибудь. К Дудину какого-нибудь. Мало ли что. На священника уже выучился бы сейчас. Ну. Мне один звонит и говорит. Ай, Игнатий Тихонович. Закончил я семинарию-то. Ну не ахти как, но закончил. И передо мной два варианта. Первый. Меня рукополагают сейчас. Я буду батюшкой. Приход есть. А другой. Меня зовут в академию. Что лучше? Я говорю. В академию, Олег. В академию. А почему? По крайней мере на четыре года позже начнешь портить бабушек. Четыре года они тебя еще знать не будут-то. Ты по-другому не можешь. А почему так говорите? Скажи, где ты в последнее время был? Ну где здесь. А у тебя девушка Мила была? Мила. Мила звать. Была. Ну а соперники были-были. Ты дрался с ним? Да. А что? Как ударил? Щелюсть сломал. Щелюсть сломал-то. И когда в ресторане был-то, милицию вызвали, ты прятался там под котлами где-то? Ну да. Ну вот ты себя-то знаешь, я примерно говорю. И это точно я знаю. Поэтому сказал. Так что иди в академию. В академию. Все равно ты веры не имеешь. А у него брат священник. Простенький, такой хороший. Ну а тоже переходи туда. Я знаю. Притом ни хапуга, ни кого. Ну просто нормальный парень. Нормальный по-советскому. То есть нормальный погибший грешник. Так сказать. Вот это я беру только что из практики, из своей жизни. У меня такие встречались. Я говорю, почему ты раньше-то не спросил? У меня знакомый был один. А отец у него священник. А он такой парняк. Там кровь с молоком. У меня в лагерь был непослушный. Я его даже выгнал. Выйди из территории лагеря, не заходи. И вот он. Прислали его служить в Барнаул. Служить. А вот еще там. Диакону, кажется, ему надо рукополагаться-то. И какая-то харистская девчонка. Я видела. Смугляменькая такая. Ну небольшая. А он там богатырь. Шаляпин. А голос у него. Он как... Вот как это... Анафема. Есть у Куприна. Пишет. Все эти подсвечники, стеколки колебались от воздуха, которые он когда выдыхал. Вот. Это у него же там в Ростове. У Якуба Колоса написано. Диакон, говорит, надувался. И начинал всегда, говорит, таким голосом. Как будто шмель весенний в дупле. А заканчивал таким ревом. Как будто бугай вышел на... Первый раз на пастбище. И казалось. Или у него, говорит, пуп оторвется. Или он сделает то, что он делает в храме нельзя. Простые слова. Вот. Этот человек... Посоветовался с кем бы так. Я рядом жил. Около него тут. Полтора дома от нас. Не посоветовался. Стал к ней схвататься. И удивительное дело, она ему отказала. То ли она знала или что. Ну, тут даже внешне видно, что неравно, неравно. Он парень такой. Там высокий. Мух, налитый. Голосиша такой. Ну, он сразу взял и монашество принял. Его Антоний, епископ Маседич, постриг. Антоний рядом был. Со мной тоже не посоветовался. А у него характер. Характер буйный. Там что-то, когда... Он возьми, да там тоже одного готовились рукополагать. И он говорит, завтра ты диакон. У меня в священнике вот руку целуй. Будешь саловать. А у него кадила было в алтаре. Он с углем-то. Как развернулся, как кадилом его ахнул. Угли по... По алтарю. Ну и на него жалобы пошли. Меня Маседич встретил этот... А, епископ Антоний-то. И говорит, ой-ой-ой, я его руку положил. А он совершенно не подчиняется. Я говорю, что ты думал-то? Я же рядом живу. Но... Прошло какое-то время, он надумал жениться. Монах. Иродиакон. Я говорю, ну а теперь, брат, все уже закончилось. Ты перед Богом давал обещание. Перед Богом. Тебя постригал епископ. Да. Какая женитьба? Ну вы же против монашества. Я против? Да чего ты взял-то? Я, наоборот, за монашество. За монашество без обетов, без всяких. Лучше одному быть. Заботиться о Господнем, чем угождать жене. Ну, считай. Слово Божие вам говорит-то. Я не против монашества. Двумя руками за монашество. За. Но только не в том виде. Вот. Мэрфа Марийницкая обитель была у них без принятия обета. Сариса. Или совета. Сариса Александра Федоровна. Сарисой, которая была. И вот так. Ну и как? Ну, определенно. Нельзя жениться тебе, дружок. Он не стал это больше советоваться. И уехал. Уехал. И стал петь где-то в метро переходное. А потом подступает, видно, к консерваторию. Я потом только в интернете считаю. Белорусская там такая-то. Белармония или театр наконец-то. Получили такой баритон. О котором мы помышлять не могли. То есть, он на мировых там соревнованиях. Вот как сейчас Хворостовский умер. Ну, я думаю, что он пел лучше Хворостовского. Он живой сейчас еще. Или равное. Но не ниже. Но женился. Женился. Еще теперь. Жития-то нету. Характер такой. Его в одном месте выгнали, в другом. Я приехал, когда встретились у отца. Сидели рядом. Я говорю, ну и как? Ну, еще как? Я пазенду купил одну-то где-то. Ну, а с верой? Какая вера? Ну, в Бога. Я в Бога не верю. Потерял все. Бог отнял все. Конечно, это печаль отцу с матерью. Он священник. Хороший священник отец. А этот человек. Я не называю, чтобы не догадывались. Где это было? В Астралии, считайте. Я везде ездил. Такое дело. Совет надо спрашивать. Почему ты раньше ко мне не пришел? Я бы категорически сказал, обед ты не давай. У тебя бы это не было. Нормально. Женился. Тут был бы священником или что, или как. Советников надо раньше говорить. И советников надо опасаться. Серавка говорит. Иначе, бывает, твоя совесть, сердце твое скажет тебе больше, чем всем наблюдателям за тобою. Это все надо знать. А у вас советники мне говорят, были? Были. Я советуюсь постоянно. Притом, я не просто советуюсь. Я выношу на международное обозрение. Меня приглашает митрополит. Приглашает Синод в Америку. В Канаду две визы сразу. Я не знаю, ехать, не ехать. Я преподаю в разных университетах и везде. Ставлю вопрос перед студентами, ехать или не ехать. Ну, разные. И ехать, я никак не приду к общему мнению. Зачем? Я говорю, как я буду в аэропорту? А то время никуда уйдет у меня. Тем более, я приеду, там люди по-своему живут. У меня все свое. За меня деньги оплачивают. Все это уже за их счет. И вот, я не знал как. Приехал в Москву. И в это время, в Москве, не урани. Встречаюсь с Зоей Александровной Крахмальниковой. И я ей задаю вопрос. Зоя Александровна, ехать мне или не ехать? Она говорит, вы встречаетесь с людьми как трибун. Я, говорит, канцелярский работник. Она кандидат филологических наук. Она пишет, я вот с пером работаю, а так нет. Вам придется выступать перед людьми. И вас будут спрашивать. Тем более, вы уже относитесь к зарубежной церкви. Что вы будете отмечать? Я говорю, ну как? Своими глазами выделили? Нет. На практике это другое дело. Надо ехать. А тут сидела как раз жена. Первая или вторая. У Акуджава, Булата. Вот тоже подтверждает, видимо. Ну, я поехал. Поехал и скажу, что совет ее был правильный. Я своими глазами все увидел. Представьте, где находится Сакраменто. Где Лос-Анджелес, Вашингтон, Нью-Йорк. И все, на своей машине мы ездили. Я попутно хочу сказать. Это перед Богом. Научитесь правильно давать советы. Все, пока.